В середине 20 века такой человек, как Мурс, формулировал достаточно известный закон, который говорит о том, что каждые два года количество транзисторов в процессоре будет увеличиваться двукратно. У этого закона есть достаточно очевидные следствия, то есть у нас есть некоторая плата, на которой есть процессор, на котором есть внутри транзисторы. И если это количество увеличивается, они либо становятся меньше, либо процессор становится больше. Рост линейных размеров процессора по какой-то причине не выгоден, видимо, не производителям никому. И, собственно, процессоры со временем становятся более и более плотными с точки зрения количества транзисторов. К чему это приводит? Это приводит к тому, что эти процессоры, во-первых, увеличивают свою разрядность. Вы помните, были 8-битные процессоры, 16-32. Сейчас у нас почти у всех в компьютерах 64-битные процессоры. Кроме того, собственно, из-за того, что плотность возросла, уменьшились линейные размеры вот этого каждого транзистора, что позволило увеличить частоту этих процессоров, и мы можем достигать там 3-4 ГГц на ядре. Этот закон уперся в такое интересное свойство, что чем меньше становятся транзисторы, тем больше влияние на их токи, которые в них происходят, всяких квантовых эффектов, которые не проектировались изначально, не планировались. И в какой-то момент вот этот вот рост количества транзисторов, он совершил качественный скачок и привел производителей процессоров к такому интересному решению, а почему бы нам на одном кристалле не разместить два ядра, например. Ну, начнем с того, что вот это вот первое проявление такой ситуации возникло в 2005 году, когда компании Intel и AMD выпустили каждый из своих процессоров двухъядерные. Вот, но до этого немножко надо вернуться назад, да, есть 60-е годы и появление системы Multics и Unix, когда появилось такое понятие как многозадачность. То есть вы можете выполнять большое количество задач на процессоре, но при этом вы помните о том, что у вас всего одно ядро, и они должны по очереди захватывать ресурс и исполняться на одном ядре. Вот в 2002 году Intel предприняла последнюю, наверное, попытку получить выгоду от этой многозадачности на одном ядре. То есть у вас есть одно ядро, и вам надо сделать так, чтобы два каких-то независимых процесса начали работать на нем быстрее, чем если бы они работали порознь. Соответственно, они выпустили такую технологию гиперпоточность, которая до сих пор применяется, однако она была таким, можно сказать, костылем в эволюции процессоров. В 2005 году произошел скачок, и процессоры стали двухъядерные, сейчас они четырех, восьми и так далее. Надо сказать, что многопроцессорные системы существовали, конечно же, и гораздо раньше. Есть такой человек, Сеймур Крей, если не ошибаюсь, который разрабатывал суперкомпьютеры с распределенной памятью еще в глубокие 70-е годы, 80-е и так далее. И понятно, что в специфических областях, это вычислительная наука, многопроцессорные системы существовали довольно давно. Именно поэтому в 1994 году появился стандарт MPI для программирования параллельного с распределенной памятью, и в 1997 году оформился стандарт OpenMP для параллельного программирования с общей памятью. Однако только в 2005 году фактически случился такой вот скачок, который привел к тому, что интересы суперкомпьютерных вычислений и интересы пользовательских вычислений, они сошлись к одной точке. Мы наращиваем количество ядер на одной машине с общей памятью и решаем задачи похожими, одинаковыми способами. До этого, например, в университетской науке очень сложно было получить образование, программистское, так скажем, связанное с параллельным программированием, потому что для того, чтобы преподавать это студентам, человек должен прийти из глубокой практики и начать вести лекции. В России, например, в образовании, связанном с программированием, такое было как-то не принято до недавнего времени. Сейчас у нас есть тренд на это, но раньше этого не было. Так вот, в 2005 году произошла такая вот синергия суперкомпьютерного подхода и закона Мура. Они вместе пришли к какой-то точке невозврата и появились многопроцессорные системы. Конечно, тут же люди начали каким-то образом адаптировать существующие алгоритмы к вот этим вот новым условиям, к тому, что можно и нужно получать выгоду от многопроцессорности. И некоторые алгоритмы, которые обслуживают наше программное обеспечение, они с удовольствием восприняли эти изменения. Это, например, алгоритмы обработки изображений таких, там, размытие по Гауссу, выделение границ. Они с радостью кратно увеличили свою скорость, да, то есть в двух процессорах стали работать в два раза быстрее, на четырех в четыре. Вот, а потом, когда узнали, что существует, ну, именно алгоритмы узнали о том, что существуют такие графические платы, да, для которых созданы были довольно простые языки, подмножество языка C, языки CUDA и OpenCL технологии, то они переехали вычисляться на графические платы, потому что им это очень удобно. На одной граф-плате у вас может находиться там десятки ядер, и вы получите очень-очень серьезный прирост производительности вот для таких алгоритмов. Часть алгоритмов очень плохо адаптируется к вот такому вот масштабированию параллельному, да, потому что задачи нельзя просто взять и разделить. Это задачи, связанные с сортировками данных, задачи, связанные с алгоритмами на графах. То есть какие-то из них получают прирост производительности, но не обязательно он будет кратный. А часть алгоритмов, она принципиально не масштабируется, она никак не хочет получать преимущество от того, что выпускается на большом количестве ядер. Например, такими задачами являются алгоритмы работы с разреженными матрицами или алгоритмы с физическими законами, такими как, ну, собственно, задача трех тел. Да, ее, ну, сложно решать на многопроцессорных системах. Или же, например, метод Ньютона, численный метод Ньютона, не параллелится. Он вот никак не хочет параллелиться. Кроме того, параллельное программирование принесло некоторое количество проблем разработчикам. Да, если раньше мы мыслили линейными категориями, то сейчас нам необходимо следить за такими вещами, как, например, атомарность. Да, довольно известная проблема для начинающих, наверное, программистов параллельных — это race condition — условия гонки данных, когда у вас один поток исполнения каким-то образом изменяет какие-то разделяемые данные, и второй поток вместо того, чтобы вести себя так, как он ожидает, начинает менять свое поведение. Примером такой вот гонки данных является, ну, печально известный аппарат лучевой терапии Терак-25, который, ну, из-за вот гонки данных в таком аппарате несколько человек погибло из-за того, что отображаемая в интерфейсе оператора информация не соответствовала действительности с точки зрения аппарата. Если вы выучились на параллельного программиста, вы освоили какие-то примитивы, которыми вы можете управлять вот этой вот атомарностью, у вас возникают новые проблемы. Вы начинаете сталкиваться с блокировками — это, там, life-log или dead-log, это ситуация, когда у вас, получается, заброшенные замки и так далее. То есть, это проблемы, которые появляются только тогда, когда вы начинаете мыслить параллельно. Когда я заканчивал университет, я даже понятия не имел о том, что существуют такие, например, неблокирующие или неожидающие структуры данных. Нас просто этому не учили, потому что область в программировании была достаточно новой. Сейчас наука, в общем-то, как и раньше, она достаточно консервативная. Довольно странно может казаться по отношению к компьютерной науке, но, тем не менее, если мы с вами говорим о компьютерной науке, это тоже так. Вы, наверное, помните, что были такие люди, как Галилей, как, например, Альфред Вегенер, открытия которых долго ждали своего признания. Люди, которые совершили открытия, но наука упорно не хотела признавать чего-то, и, соответственно, наступал момент, когда их изобретение принимает всей науке достаточно не сразу. Так, например, в программировании есть достаточно устоявшийся культ учебников Кнута и Вирта, то есть про структуру данных и алгоритмы. Эти учебники были написаны очень давно, они, конечно, редактируют со временем, но в среднем, в целом они говорят нам о том, как работать с последовательными структурами и последовательными алгоритмами. Учитывая, что у нас произошел такой синергетический скачок, что алгоритмы изменили свою суть и что сейчас необходимо думать параллельно, надо понимать, что эти учебники, они недостаточны. Это как, ну, наверное, с физикой, можно ограничить физику только знанием механики, но не забывать, что вообще бывает еще электричество и квантовая физика и так далее. Так вот, ну, я бы хотел назвать таким вот, может быть, Галилеем 21 века в параллельном программировании человек, которого зовут Томас Стерлинг. Это человек, который принимал участие в создании первых суперкомпьютеров, и сейчас он в университете Луизианы занимается проектом, который называется Parallex. Это проект, который разрабатывает теорию массированного параллелизма. Это подход, который позволяет несколько по-другому взглянуть на программу. В рамках этой теории они разрабатывают, ну, так скажем, библиотеку, которая называется Stellar, которая рассуждает следующими категориями, что ваша программа представляет собой набор некоторых таких маленьких упаковок. Они называют это parcels. И эти упаковки, они содержат информацию о том, что было перед ними, что будет после них исполняться. То есть вот эта вот зависимость между данными, между кодом. И эти упаковки можно, ну, код нарезать на эти упаковки, исполнять его гораздо плотнее, чем мы это делаем сейчас в наших машинах. Таким образом, мы сможем с вами добиться вот этим массированным параллелизмом очень высокой плотности исполнения. То есть программа, которая может быть даже изначально была создана последовательной, в рамках этой теории может быть распараллелена с максимально эффективным использованием ресурсов. Зачем это нужно? Ну, в настоящий момент некоторым областям науки уже не хватает ресурсов. Вы знаете, что прикладные задачи вычислительной физики, они могут считаться месяцами, например. И хотелось бы, чтобы они считались гораздо быстрее. И при этом масштабирование таких задач просто на большое количество ядер оно не приносит результат. Есть какой-то предел, в котором программа просто не может работать быстрее и эффективнее. То есть это будет тысяча ядер или две тысячи ядер, разницы по скорости не будет никакой. Соответственно, нужны какие-то концептуальные изменения именно в самой алгоритмике вычислений. Кроме того, вычислительные ресурсы, да, они, как любые ресурсы, связаны с тем, что их может не хватать. Так, ну, собственно, вычислительные ресурсы, время процессора связаны с электроэнергией. Тот же, например, Ломоносов, который стоит в МГУ, кушает 2 мегаватта энергии. И это достаточно большое количество. Это 4 тысячи обычных рабочих станций. Ну, в качестве, опять же, заключения хотелось бы сказать, ну, может быть, пожелать современной компьютерной науке в ее проявлении в преподавании. Пожелать того, чтобы преподаватели и, в принципе, люди, которые разбираются в параллельном программировании, во-первых, постоянно следили за тенденциями, которые есть в параллельном программировании и старались доносить их как можно быстрее до студентов, чтобы, когда они выпускались из университетов, они не были, так скажем, уже оставшими лет на пять от современного технического прогресса. И, кроме того, не быть консервативными, чтобы новые идеи находили свое отражение как можно быстрее в академической науке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова